Мы начинаем нашу лингвистическую программу с моей студенткой и нашим прекрасным журналистом Ольгой, которая находится в Токоме, а я нахожусь в Портленде. Приветствуем вас ещё раз, приглашаем ещё раз к нам присоединиться. Наша программа посвящена изучению английского языка, но мы также всегда используем события, происходящие в нашей стране, большие исторические события и рассматриваем язык в свете этих событий. Например, как ты сейчас напомнила, были протесты в прошлом году, и мы с тобой рассматривали лексику английского языка, связанную с протестами. Пандемия до сих пор продолжается, мы рассматриваем и продолжаем рассматривать фразы или какие-то интересные выражения, которые связаны с пандемией, с эпидемиями разными. Ну а сегодня мы рассмотрим и вопрос мой, который я задам всем нашим друзьям, нашим слушателям. А я всегда во время нашей передачи, в начале передачи задаю вопрос, который связан или с фразой, или со словом американского сленга. Сегодня я вам задам вопрос, который тоже связан с историческим событием, которое произошло на прошлой неделе, в прошлую среду, 20 января, инаугурация нашего нового президента и вице-президента. И когда я смотрела репортаж CNN вживую, я всегда, когда смотрю, обращаю внимание на интересные слова, которые используют журналисты. И вот хочу задать вам такой вопрос. Во-первых, Уленька, знаешь ли ты слово «бист»? Наверняка знаешь, потому что у тебя момент... Бист, я знаю, это свекла. Нет, давай запишем, раз у нас есть листик и ручка, мы запишем это слово. Итак, пишем под мою диктовку. B-E-A-S-T. B-E-A-S-T. Бист. Посмотри, узнаёшь это слово? Абсолютно верно, да. Узнаёшь его? Ну, а как насчёт сказки... Как насчёт сказки Beauty and the Beast? А, чудовище? Ну, вообще, слово «бист» — это зверь, животное, да, зверь, животное. Сказка действительно называется «Красавица и чудовище» — Beauty and the Beast. Так вот, я задаю вопрос всем вам. Как вы думаете, журналисты очень часто использовали слово «the beast» во время инаугурации, особенно когда проезжал кортеж президента по улицам Вашингтон-Дси нашей столицы, использовали слово «the beast». И вот мой вопрос связан с этим словом. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, с кем или с чем во время инаугурации президента связано слово «the beast»? Явно, что оно не используется здесь в своём прямом значении, а именно наша задача — изучить как можно больше слов, которые используются не в прямом значении, чтобы мы понимали, что вообще говорят нам. Итак, мой вопрос такой. Слово «the beast» связанное с событием инаугурации президента. С кем или с чем может быть связано это слово? Что или кого журналисты называли «the beast»? Да, очень интересно. Более того, когда я задала этот вопрос своим американским друзьям, большинство из них знали это, но несколько человек даже не знало этого значения, именно это слово, которое используется именно в этом значении. Итак, я задала вот этот вопрос. Пожалуйста, обласите. А нам пришёл ответ уже по номеру 971, может быть, неверный. 971-220-3344. Ждём ваши варианты ответов. А какой вариант пришёл? 981-220-3344. Блаженный. Нет. Нет. Абсолютно нет. Опять же задаю вопрос. С кем или с чем связано это слово? Нет, ребята, но спасибо за варианты. Далее я хочу рассказать о том, что я вам всегда рассказываю, что какие-то новые слова, какие-то новые фразы, которые я готовлю для программы, я их не специально сижу там в интернете, не выбираю. Я их беру из жизни своей. Вот буквально вчера, опять же, рассказываю историю, буквально вчера, мы общались с моими друзьями по клубу «Ротари». Мы изучали новые функции программы Zoom, как провести программу для того, чтобы людей распределить по разным комнатам в режиме онлайн. Это было очень интересно. И после того, как мы все выучили, что мы должны делать и как мы должны это делать, наш инструктор нам сказал «Окей, you got it down». Как ты думаешь, что сказал нам инструктор? You got it down. Вы выучили это. Абсолютно верно. Вы поняли, вы это сделали. Помнишь, мы с тобой говорили по поводу слова get? У get много значений. И когда мы говорим «I got it», мы тоже можем сказать «Я понял тебя, я сообразил, я получил эту информацию». А вот you killed it, это тоже значит, что ты это понял? В разных ситуациях you killed it, это ты сделал это, да? То же самое будет. Но в разных ситуациях ты можешь ещё и по-другому использовать эту фразу. Но по поводу вот именно почему down, да? И я задумалась просто вот так вот они говорят «You got it down». То есть ты типа усвоил. Это вошло как бы в твоё понимание, в твоё сознание. И вот мне пришло в голову повторить… Это победил. Повторить или, может быть, выучить несколько фраз. Американского сленга. Или не американского сленга, а просто американских фраз, которые используются в прямом значении. Которые имеют слово down и слово up. Да? Down и up. Ну, начнём. Upside down. Я почему-то сразу вспоминаю. Upside down. Эта фраза у меня есть в моём списке. Что такое upside down? Если бы я сейчас знаю. Слышала звон, но не знаю, где он. Я не помню. Put your book upside down. Я, кстати, часто говорила во время наших занятий в классной комнате. Наверное, я давно выучила. Put your book upside down. Что я говорю? Да, да, то есть вверх. Вверх ногами. Вверх ногами. Или вверх ногами, да. Вот что такое upside down. Ну, хорошо. Есть обыкновенные выражения, которые ты используешь со словом down, имея в виду вниз. Вот, допустим, что ты можешь сказать со словом вниз? Да, ты идёшь вниз по лестнице. I go downstairs. Садись, как мы скажем. Sit down. Конечно, есть фраза take a seat. Это будет более американская фраза. Я бы хотела так говорить. Вот будем так говорить. Но в любом случае sit down это пройдёт. Далее, как мы говорим упасть. Это прямое значение. Падать. Падать. Скажи в настоящее время. Ты говоришь felt в прошедшем. Вспоминай. Fall. Почему осень? Почему осень называется fall? Потому что листья падают, да. И так мы падаем. Fall down. Или, допустим, что-то положить вниз. Put down. Вот это прямые значения. А есть не прямые значения. Например, как мы говорим успокойся. То есть ты весь... Да, эмоциях. Keep down. Calm down. Напиши слово calm и познакомься. Да, напиши, пожалуйста, напиши, пожалуйста, слова calm. Как бы ты его написала? Оно состоит из четырёх. A-L-M. Абсолютно верно. Calm – это спокойный. Сам по себе человек спокойный. Но если я нервничаю, и ты хочешь меня успокоить, ты пишешь... Ты говоришь, вернее, не пишешь. Ты говоришь calm down, да? Calm down. Хорошо. Дальше. Вот я тебе хочу сказать. Урика, запиши что-то. Вот как я скажу тебе по-английски. Запиши это. Запиши. Write it down. It down, да? Да, write it down или put it down. Это тоже как бы фраза, которая обозначает записать что-то. Готово. Есть ещё такое выражение. Подумаю и попробую угадать значение. Допустим, я о ком-то тебе рассказываю и говорю, he is down to earth. Earth. Давай познакомимся с названием... Earth – это земля. Да, название нашей планеты. Она пишется за главной буквы. Вы напиши нашу планету. Как пишется это слово? Нехорошо, я не знаю это слово. E-A-R-T-H. Да? Это название нашей планеты. И вот когда я говорю... Да. И когда я говорю down to earth. This person is down to earth. Какой этот человек? Приисподний? Нет. Приземлённый. Из подземелья? Ну просто он... Приземлённый. Приземлённый человек. Более того, знаешь, материальный. Не летает в облаках, не мечтает. А как вот ещё раз это звучит? Down to earth. Down to earth. Приземлённый, да. Приземлённый. Далее есть ещё интересные фразы, которые не используются в прямом значении. Вот, например, я говорю... Let's get down to business. Вот мы о чём-то с тобой говорили. Я говорю... Так, всё, хватит? Let's get... Давай вернёмся к... Давай вернёмся назад к делам. Или точно так же. Let's get down to the facts. Let's get down to work. Вот это get down здесь переводится как давай вернёмся к работе. Когда ты обидел человека, когда ты задел чувства человека, и человек тебе говорит, ты меня унизил. Как он тебе скажет? Наверное, дословно, вот как бы ты сказала. Это не... You get me down? You put me down. You hurt my feelings, you put me down. You hurt my feelings, you put me down. А далее чуть-чуть, буквально вот мы уже переходим к фразам, которые имеют слово up. Мы ещё повторим несколько фраз с down и их противоположное значение со словом up. Вот, например, ты сейчас будешь ехать домой. И я тебе, допустим, сижу с тобой в машине и говорю, так, помедленнее, пожалуйста. Ну-ка. Slow down. Абсолютно верно. А потом я тебе говорю, а ну-ка, давай побыстрее. Давай побыстрее. Что ты так медленно едешь? Как я скажу? Побыстрее. Нажимай на тормоза. Faster. Speed up. Вот тебе и противоположные значения. Первая фраза имеет down, да, записывай. Slow down. Slow down. Спокойнее, тише. А мы это видим на знаках, когда где-то приезжаем. Правный. Второе значение speed up. Населенный пункт. Да. Или вот, допустим, нам с тобой нужно что-то охладить. Или, молодец, охладить что-то. Как ты скажешь, вот это нужно охладить. Оно горячее. Мы сейчас не можем чай, допустим, я не могу... Let's make it cold, я скажу. Cool down. Cool down. Слово cool — это прохладный. Это тоже значит остынь, да? Остынь, cool down, no? Calm down. Остынь. А, это cool down. Да. А если нам что-то нужно с тобой подогреть? Если охладить, cool down, да? Теперь соображай. Что-то должно быть с up. Что-то с up, я не знаю что-то. Но как будет тепло? Hot up. Это hot — это жарко, а тепло как будет? Warm. Тёпло. Да, да, warm up. Нам нужно подогреть какую-то еду или напиток. Получается warm up. Как я могу сказать? Let's warm up this pasta. Или... Продолжение следует... 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 что сейчас я большое внимание уделяю своей страничке в инстаграм и я туда как практически стараюсь каждый день выставлять что-то новенькое или какое-то слово или какую-то фразу или грамматическую тему иногда я прошу своих друзей американцев или их детей записывать их на видео я их записываю на видео и они мне что-то говорят интересное вот одна моя знакомая девочка записала видео где она использует фразу make it up to you let me make it up to you что она сделала мы разыграли такую стенку она накладывала косметику бейкап своей подружки и смазала глазик что-то смазала ой прости прости как я могу тебе компенсировать за то что тебе что-то плохое сделать халкина и make it up to you вот допустим ты со мной посолилась да и я на тебя обижаюсь и ты мне говоришь ну хватит уже ну хватит уже ссориться со мной что ты надулась на меня ну что я могу сделать чтобы ты уже со мной помирилась how can i make it up to you я тебе скажу ну купи мне купи мне кофе how i can make up how can i can идет вопрос и how can i make it up to you да это очень хорошая фраза вот ну и когда мы хотим уже так сказать завершить какое-то дело в данном случае мы уже подходим к тому что мы закрубляемся мы можем сказать let's wrap it up слова рэп помнишь во время рождества мы использовали это слово как бумага которая заворачивать подарки да 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 как она пишется w w w a p wrap let's wrap ну w не читается да нет w не читается да и вот я говорю ну что время время подошло заканчивать нашу программу let's wrap it up let's wrap it up или часто мы говорим давай уже заканчиваем time is up запиши еще одну фразу все время вышло time is up вот сколько фраз мы с вами сегодня выучили или напомнили себе который time я просто честно говоря ну да там из аппеток и написал я немножко сейчас в шоке елена откровенно говоря поскольку это не выведешь в учебниках это вот только живое это живое английский язык это то что уникально можно получить на наших программах на славик фэмер абсолютно потому что понимали любые любые фразы которые я вам даю в программе они из жизни взяты они я их слышу каждый день общаясь с моими американскими друзьями с моими американскими коллегами и поэтому многие говорят но я вроде бы учил этот язык но я не знаю я не понимаю почему то что говорят американцы потому что они говорят на сленге вот этот сленг уникальный в программах на славе повторников да 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 давайте учить вместе и записывайтесь не только по вторникам дело то что вот этот слэнг это для тех кто уже говорит на английском языке а те которые хотят выучить английский язык я вам советую записаться в школу школу daily communications где я преподаю и что интересно действительно прежде чем я скажу телефон школы и я хотела бы также сказать что кроме странички instagram ты не будешь как она называется american teach american teach american да teach american english в изъели нет american english в изъели она сейчас я скажу вам точно как она называется моя страничка я получила тоже breaking news друзья у нас дождь начался начался моя страничка как простите подожди страничка в инстаграм называется american у нас еще несколько american нижнее подчеркивание нет american english нижнее подчеркивание увы из нижнее подчеркивание елена так вот кроме кроме странички в инстаграм у меня также еще есть и канал на youtube который называется american english and world travel with елена и я еще открою тик ток страничка так вот что я хочу сказать через канал youtube а в школу записалась в школу записалась два человека из украины для то что я не работаю с людьми которые живут в украине потому что я работаю с а иммигрантами которые живут в америке которые живут в израиле которые живут в дубай которые хотят выучить английский язык все потому что как бы мы работаем в долларовом как бы эквиваленте а все-таки украина это гривна или там россия это рубли и тогда немножко другой расклад и другие расценки но что интересно эти ребята записались на занятие потому что им нужно сдать очень сложный экзамен то и сколько бы учителей они не пробовали там к сожалению у учителей нет живого языка живого британский английский неживое да нет почему у кого какие цели кому-то нужно выучить британский английский кому-то нужно выучить американский на что я хочу сказать ищите преподавателей которые практикуют язык вживую даже если эти преподаватели живут в других странах если они работают постоянно в интернете с кем-то у которых живой язык вот такие преподаватели в принципе вам помогут но я надеюсь что я тоже смогу вам помочь если вы позвоните по телефону 503 708 58 78 школа является daily communications и мы работаем сейчас дистанционно онлайн в режиме онлайн а также мы работаем в классной комнате мои студенты принципе уже 90 процентов моих студентов вернулось в классную комнату хотя еще есть и студенты которые занимаются в режиме дистанционном я имею ду мои студенты которые всегда у меня были вот сейчас еще есть очень много новых вот но в принципе единственное хотел спросить получили ли мы ответ на мой вопрос что же такое the beast the beast это болото нам написали болото какой-то ужасное зрелищ вот таким образом выглядит моя страничка в инстаграм и если вы посмотрите каждый раз я выставляю что очень интересное вот буквально последняя последняя моя как бы публикация или пост это как раз посвящено этому слову что же это такое рынка the beast the beast я пока не смотрела мне что спрашивают ваш номер телефона еще раз если можно продиктуйте я попробую 503 708 508 это президентский лимузин это сленговый вариант который используют журналисты и вот когда они говорили допустим мистер байден выходит из своего лимузина или телохранители окружили его лимузин они использовали слова the beast the beast кстати как бы телохранители 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 bodyguards 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 guard 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 g-u-a-r-d guard который защищает забор г-u-a-r-d bodyguard то есть это тот кто защищает твое тело телохранитель умничка правильно подика но все ребята спасибо что вы с нами что вы отвечаете что вы нас слушаете мы с вами прощаемся до следующей неделе будет интересная подготовлю еще что-нибудь новенькое из живого английского языка и может быть грамматических правил которые меня просят уже объяснить несколько моих подписчиков на instagram так что ждите нас до следующей встречи во вторник на следующей неделе в 2 20 до друзья подписывались инстаграм потому что мне рад что елена выставляет там иногда вопросы тестируем правильные ответы как будет правильно в моих история моих stories до stories у вас есть возможность ответить и кстати не бойтесь никто другой не увидит ваши ответы так что вы сами себя сможете проверить да на это мы прощаемся сами не забудьте что можете записаться сделать бесплатное тестирование узнать свой уровень английского языка просто позвонив елене по номеру пять ноль три семьсот восемь пять восемь семь восемь такая своеобразная бесплатная консультация насчет обучения в школе daily communications позвоните если сразу звоните возможно у елены урок но она обязательно вам перезвонит и помните что в школе daily communications обучают не только американскому английскому живому настоящему чтобы сдать на гражданство как ноги вот дано поздравляла свою подругу создала на гражданство но и также для других разных тестов для того чтобы общаться получить новую работу учиться все увереннее вот но и также вы можете порекомендовать вашим американским друзьям выучить русский язык и не лето итак номер пять ноль три семьсот восемь пять восемь семь восемь статья информация о елене и журнале афиша в нашем гиде вашим путеводителем по бизнесом орегона и вашингтона